здравствуйте дорогие друзья мы продолжаем разговор о актуальной животрепещущей очень интересующей многих наших слушателей теме связанные с экологией жилища и у нас сегодня в гостях инженер-эколог руководитель группы инженерно-производственного предприятия энергоочистка яна юрьевна педяева наши дома и наши квартиры они не отдельно так сказать от окружающего мира существуют они находятся вполне конкретных местах соответствующей атмосфере соответствующими системами водоснабжения водоподготовки а значит они зависят от того в какой среде эти дома находятся скажите пожалуйста насколько вот эта окружающая среда влияет на характеристики помещений в которых находятся люди насколько это важно для экологического состояния дома или квартиры очень важно потому что даже вот при проветривании помещений воздух как выходит из квартиры так и входит в нее очень важно смотреть в какой зоне расположено здание в какое время суток вы проветриваете свою квартиру потому что в каждом районе города есть своя специфика и это не только производственные какие-то предприятия а естественный фон вот поэтому очень важно следить за тем чтобы дом был расположен как можно более экологически чистом районе хорошо пожелание понятно я думаю каждому из наших зрителей близки а что делать если мы не в экологической зоне не в экологическом районе находим тогда в таком случае нужно попытаться оградить свою квартиру максимально от вхождение загрязняющих веществ которые заходят как с воздухом так и с водой в эту квартиру например это можно делать проветривание в определенные часы в те моменты когда предприятия субъекты хозяйственной деятельности не проводят свою непосредственную деятельность и это не влечет за собой выбросы в атмосферу вот также очень важно следить за тем состоянием которое именно в самой квартире то есть это относится и к вентиляции той же например кухне потому что при приготовлении пищи квартирах образуются продукты сгорания природного газа на котором она готовится вот а также акролин который выделяется при жарке мяса овощей и всего что можно приготовить на масле поэтому в таких случаях можно конечно и организовать вентиляцию в доме можно каждой квартире отдельно можно если это многоэтажный дома сообща вот и тогда в вашей квартире будет более или менее чистый воздух чистый фон то есть мы ограничиваем внешнее попадание загрязняющих веществ квартиру но и внутренне стараемся как-то привести это все в порядок хорошо скажите пожалуйста вот большой город харьков каждом районе наверное разная экологическая ситуация с точки зрения воздуха того же скажите пожалуйста где больше риска получить воздухом с улицы к себе в квартиру большее количество вредных факторов вы знаете конечно же некоторые люди могут первую сказать очередь что это промзоны нашего города но я хочу обратить внимание людей и домов которые стоят скажем так на красной линии возле оживленных трасс особенно перекрестках потому что именно на перекрестках образуется наибольшее количество загрязняющих веществ поэтому тут знаете тяжело сказать однозначно но вот два фактора на которые следует обратить внимание это большие субъекты хозяйственной деятельности и наличие рядом больших оживленных трасс а также очень большое значение имеет количество зеленых насаждений как мы все знаем поэтому конечно же лучше там где больше зелени там и воздух чище там и дышится легче но даже если у вас квартира находится более таком оживленном месте то какими-то домашними способами можно сделать воздух квартире и чище и приемлеме для жизни зачастую такие рекомендации такие слова воспринимаются как некими абстракциями хорошо сделать чище или оставить такой какой есть и прочее скажите пожалуйста а вообще критерии чистоты воздуха какие существуют конечно же есть санитарные нормы и правила если это для жилых домов то конечно же контролируется воздух и на санитарно-защитных зонах контролируется воздух на жилых застройках на границах жилой застройки конечно же за этим всем ведется контроль именно на соответствие этих санитарных норм которые более или менее благоприятны для здоровья человека а каким образом можно определить соответствует жилье этим санитарным нормам или не соответствует это можно определить, обратившись в специализированную лабораторию, которая померяет это все, которая даст определенные рекомендации. Во-первых, она сделает выводы, которые именно для вашего дома, для вашего района. Определенные выводы. По этим выводам будут составлены рекомендации не только одного специалиста, а это, например, и воздух, и почвы, потому что почвы тоже очень важный аспект данного вопроса. И уже исходя из этих рекомендаций, каждый человек сможет лично для себя либо какими-то малыми затратами, либо более дорогостоящими методами уже привести в хорошее состояние. Сегодня очень много просто разговоров о том, насколько у нас все плохо. Не пора ли эти разговоры прекратить и заняться конкретными делами? Определить, насколько плохо и как это плохо сделать лучше. Вы являетесь инженером лаборатории и вы в состоянии такую оценку на своем предприятии людям дать. Наше предприятие занимается также и промышленной экологией, поэтому мы можем дать оценку как и внутри помещений, так и за пределами помещений. Опять же, все с помощью специализированных лабораторий и уже определенных методик, которые есть у нас в Украине. У некоторых наших зрителей может создаться такое впечатление, что предприятие Энергоочистка занимается исследованием только внутри квартиры, внутри помещений. Наверное, это не совсем правильно, ведь в конечном итоге у многих из нас есть дачи. Многие из нас выращивают у себя на дачах, на приусадебных участках каких-то овощи, фрукты. Многие из нас пользуются артезианскими скважинами и стараются оттуда воду домой привезти. Скажите, пожалуйста, ваше предприятие изучением состояния почвы занимается? Мы сотрудничаем со многими специализированными лабораториями, которые очень точно определят и состояние воды, которую вы пьете, также состояние почвы даже на той же даче, на которой вы выращиваете овощи, фрукты. А еще, конечно же, хотелось бы обратить внимание и директоров предприятий производственных, что наше предприятие занимается также разработкой проектной документации и разрешительной документации именно для производственных предприятий. Яна Юрьевна, скажите, пожалуйста, вот в вашей практике, наверное, уже обширной практике, есть опыт, когда люди вас к себе приглашали, вы производили замеры, измерения, выдавали рекомендации и людям действительно после этого удалось существенно улучшить обстановку в своем жилище? Да, конечно же, были такие случаи, когда наша организация выполняла соответствующие работы, предписывала некоторые мероприятия, после которых люди действительно чувствовали себя лучше. Большое спасибо, желаю вам успехов в вашей важной, нужной, полезной работе. Спасибо.